Валдари на теле Мы обсудим с вами такое неприятное явление, как аллергия. А поможет нам в этом аллерголог доктор Флиссер. Приветствую всех. На сегодняшний день в мире около 2 миллиардов людей больных аллергии. И с каждым годом это число растет. В 2025 году число заболевших, страдающих астмой увеличится еще где-то на 100 миллионов. Болезнь может вызвать любое вещество. Даже таблетка от аллергии может стать причиной аллергического шока и смерти. В 2050 году у нас больных бронхиальной астмой может быть где-то 70-80% населения. Аллергия появляется, когда иммунная система, главная задача которой убивать всех незваных гостей, начинает неправильно распознавать вполне безобидные вещества. Да, например, в аромате цветов или в кошачьей шерсти она начинает видеть грозного врага. Как ни странно, но бытует мнение, что в аллергии виновата чистота. Согласен. Представьте, что у вас родился ребенок. И вы очень боитесь, что он чем-нибудь заболеет. И поэтому тщательно моете и стерилизуете его посуду, игрушки и белье. Вы уверены, что таким способом защитите своего ребенка. Однако некоторые ученые с этим не согласны. Они уверены, что такой чистотой вы подвергаете опасности иммунную систему у ребенка. Если мы на первом году жизни ребенку создаем стерильные условия, то есть мы стерилизуем все окружающее его пространство. Мы стараемся оградить его от контактов с своими сверстниками. Наталья Ильина считает чистоту и гигиену главными виновниками аллергии. То есть уменьшаем инфекционную нагрузку, то остается фиксируется тот иммунный статус и тот иммунный ответ, который характерен для больного с аллергией. Удивительно. Просто парадоксально. Подождите минуту. Вы еще больше удивитесь, если я скажу, что некоторые ученые связывают аллергию с сильным иммунитетом. Да ладно. Если обычный человек вдохнет пыльцу, его организм этого просто не заметит. Иммунитет же аллергика тут же начнет смертельный бой с сыпью, зудом и насморком. Так же быстро он расправится и с опасным вирусом. Гиперчувствительность, да? По пустяку в ответ на какой-то антиген мощные реакции развиваются. Александр Ерилен. Уверен, что аллергики обладают мощным иммунитетом. Аллергия – это и есть буквально в переводе измененная реакция. Очень интересная информация. Может еще чем удивить? Не вопрос. Знали ли вы, что аллергия передается по наследству? Этого не может быть. И тем не менее, это открытие повергло в шок многих ученых. Поломка хотя бы одного гена из 20 тысяч возможных может обернуться и астмой, и аллергией на пыльцу, и гибелью от аллергического шока на анальгин. Допустим, аллергия на томаты. Будет ли у ребенка, у его сына, дочери аллергия на томаты? Нет, это не обязательно. Но аллергическая настроенность иммунитета ребеноку наследует. Александр Чучалин. Считает, что аллергия – генетическое заболевание. Его аллергены, спектр аллергенов, он может быть другим. Не обязательно, чтобы он повторил именно те аллергены, которые есть. Некоторые повторяются, скажем, вот такие реакции, как на шоколад, допустим, на цитрусовый. Как-то это передается из поколения в поколение. Но четкой зависимости не существует. Сегодня по самым скромным подсчетам обладателями дефектного ДНК являются 2 миллиарда человек. Через 20 лет их будет уже 4 миллиарда. А еще через 30 лет почти все люди будут аллергиками. То есть смогут передать своим детям только дефектные гены. Если и мужчины, и женщины больны аллергией, то шансы ребенку заболеть аллергией более чем 75%. Вот такие вот парадоксы аллергии. Поговорим о стадиях аллергии. Есть 3 стадии аллергии. Первая стадия – это первая встреча с аллергеном. Задача иммунной системы – быстро выяснить, что за гость пожаловал – друг или враг. Это делают лимфоциты. Но у аллергиков эти клетки работают неправильно. Своих принимают за чужих, а чужих – за своих. Вторая стадия – образование антител. Это особые белки, способные запустить смертельный каскад аллергических реакций. На выработку антител организму нужно около 5 дней. В этот период в организме ничего не произойдет, даже если повторно встретит аллерген. Третья стадия – это вторая встреча с аллергеном. На этой стадии организму уже не нужно проводить долгий процесс идентификации чужака. Он сразу знает – внутрь проник в рак. И все благодаря антителам. Они моментально соединяются воедино. Чтобы уничтожить аллерген, клетки выбрасывают огромное количество особого вещества – дистамина. Все люди по-разному реагируют на это. У некоторых появляется сыпь, зуд, а у других – аллергический шок, что может привести к смерти. Из-за тотального расширения сосудов ухудшается кровоснабжение жизненно важных органов. Давление падает до нулевых цифр. Бронхи сужаются и возникает удушье. Далее следует остановка сердца и смерть. Если, конечно, аллергику не повезет, ему не успеют оказать экстренную помощь. Итак, подведем итоги. Аллергия до сих пор полностью не изучена. Каждый раз ученым кажется, что они близки к разгадке. И каждый раз ускользает что-то важное. Кто знает, может аллергия – это защитный механизм нашей планеты на своего главного аллергена – человек. До свидания. До новых встреч.